Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Сгоревший скейт-парк приведут в порядок и вернут молодежи. Скоро в армию. Границы космоса для анапских читателей. В причинах пожара, уничтожившего скейт-парк в ночь с 7 на 8 ноября, разбираются правоохранительные органы. Сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности устанавливают обстоятельства произошедшего. Но это происшествие не станет точкой в истории любимого места отдыха и досуга нашей молодежи. Спортивный объект восстановят, а пока приведут в порядок и организуют территорию велоспорта и воркаута. Скейт-парк в Анапе – место популярное и никогда не пустующее. Молодежь курорта давно облюбовала площадку для активного отдыха. Ролики, скейтборды, велосипеды и даже самокаты – на чем только не катались здесь юные любители острых ощущений. Культовая площадка стала местом проведения спортивных и патриотических мероприятий. Анапский скейт-парк совсем недавно отремонтировали. Капитальный ремонт под личный контроль взял глава курорта. Но обновленной площадке ребята радовались недолго. В ночь с 7 на 8 ноября произошел пожар. Станислав Колесников заметил первые признаки возгорания и изъестил пожарные службы. Я в субботах, кажется, это было вечером, играл в баскетбол на площадке по соседству. И уходя, начался дождь, уходя, я заметил дым и позвонил в пожарную. Я увидел, что дым идет из-под конструкции для катания. Как я к этому отношусь? Не знаю, как можно относиться к вандализму. Жители курорта и гости нашего города, глядя на последствия пожара, сходятся в едином мнении. Варварски у нас ко всему относятся. Ничего не берегут. Это вообще процесс вот этот. Народ любит все уничтожать. Взрослые. Это вообще, это мания. Потому что это легко. Молодежь Анапы озабочена произошедшим. Отрицательно отношусь к таким действиям, конечно. Лучше пусть молодежь занимается спортом. По заверениям начальника управления по делам молодежи Владимира Тельнюк, площадка ни в коем случае не перестанет функционировать. Скейт-парк вновь откроют в самые кратчайшие сроки, как только уберут мусор. На месте пожара уже приступили к уборке. У нас есть уже площадка воркаут разборная, которую мы здесь поставим на свободном месте. И нанесем разметку для соревнований по велосипедной езде, по бегу, каких-то тренировок. То есть то, что мы можем сделать сейчас. Это все будет функционировать в полном объеме. Возникает справедливый вопрос. Что же будет на месте скейт-парка? На этот вопрос ответили в Управлении архитектуры и градостроительства города-курорта. Данный земельный участок входит в зону озелененных пространств рекреационного назначения. Никаких объектов капитального строительства, связанных, например, с многоквартирным жилищным строительством или каких-то иных, не предполагается. Данная зона предназначена для размещения объектов спорта. Скейт-парк будет восстановлен, может быть в таком виде, может быть видоизменен с добавлением каких-нибудь элементов типа воркаута и так далее. Но, к сожалению, после пожара времени прошло недостаточно много, чтобы мы разработали достойный проект. Но пока предполагаем именно размещение объектов спорта. Разобраться в причинах пожара, уничтожившего спортивный объект, задача правоохранительных органов. Городские власти в ближайшее время займутся обустройством этой территории для дальнейшего использования по назначению, занятий спортом и организации досуга молодежи. Кубань простилась с бортпроводниками, погибшими в авиакатастрофе в Египте. Тела погибших доставили спецрейсом из Санкт-Петербурга 6 ноября. Анапчанка Валентина Марцевич погибла 31 октября в авиакатастрофе на борту Аэробус А321, летевшего из Египта в Санкт-Петербург. На борту находилось 224 пассажира, в том числе 24 ребенка. Никто не выжил. Валентина провела в небе 12 лет. За это время никогда не попадала в экстремальные ситуации. Насыщенный график работы не позволял часто приезжать на малую родину. Но свой любимый город-курорт Валентина не забывала. Не забудет ее и Анапа. Более тысячи жителей курорта пришли проститься со старшей бортпроводницей компании Когалы Мавиа Валентина Марцевич. Церемония отпевания прошла в храме-часовне иконы Божией Матери Державная. Близкие провели церемонию прощания без прессы. После отпевания Валентина Марцевич похоронили на городском кладбище Анапы. Теперь к новостям рабочей недели. В администрации города она началась с приема главы по личным вопросам. Сергей Сергеев выслушал обращения анапчан и по каждому дал конкретные поручения службам. У семьи Обросимовых несколько лет идет тяжба с соседями из-за границ смежных земельных участков. В гражданском споре сейчас разбирается суд. Но по мнению Владимира Григорьевича, городские власти должны вмешаться в ситуацию. Принять меры к соседу, который возвел самовольную постройку, и сотрудникам, курирующим земельные вопросы, в действиях которых заявитель усмотрел нарушение. Сергей Сергеев взял на контроль вопрос, пообещав детально в нем разобраться. И если есть нарушение закона, то наступит и мера ответственности. Напишите отдельное заявление, посланное. Мы проведем служебную проверку по ее действиям. На личный прием главы пришел Валерий Долгополов, представляющий интересы жителей улицы Рождественской. Основной вопрос – ремонт дороги. Тот, что сделан в чебеночном исполнении – вредное решение. По словам Валерия Евгеньевича, движение тяжелых машин усугубляет ситуацию, поднимают столбы пыли. Хорошо, хорошо, Валерий Евгеньевич. Ну, на все вопросы ответы вы получите. Я думаю, решаемые все вопросы. По каждому обозначенному заявителям вопросу Сергей Сергеев дал соответствующие поручения службам. С начала года на личном приеме главы города-курорта побывало 124 человека. Движение паромов на Керченской переправе будет приостановлено с 11 по 13 ноября. В эти дни в проливе объявлено штормовое предупреждение. Морской дирекции в этот период рекомендуют воздержаться от поездок. И к другим новостям. Администрация города-курорта продолжает принимать заявки от участников программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Помощь из местного и из краевого бюджетов будут получать и начинающие предприниматели, и бизнесмены со стажем. В рамках программы предусмотрено субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности, первоначального взноса в компенсационный фонд, уплачиваемого при вступлении в саморегулируемую организацию, субсидирование организаций, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Администрацией муниципального образования города-курорт Анапа в 2014 году оказана поддержка восьми субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,4 млн. рублей. В этом году субсидирование идет по шести программам с общим объемом, субсидирование 9 млн. рублей. То есть во много раз больше, чем было выплачено предпринимателям в прошлом году. Значит, отбор заявок ведется до 1 декабря 2015 года, и в связи с этим прошу всех субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в этом мероприятии. Для более подробной информации прошу обратиться в администрацию города-курорт Анапа, Крымская, 99, 3-й этаж, кабинет 310, управление экономикой и инвестицией. Также каждый день проводится день открытых дверей. То есть каждый любой предприниматель или кто хочет осуществлять свою предпринимательскую деятельность может обратиться к нам, и какую возможно оказать помощь для осуществления предпринимательской деятельности мы, конечно, непосредственно же окажем. 6 ноября в Крымске на финальном этапе краевого слета военно-патриотических клубов и объединений к защите Родины готов отличились анапские кадеты. В числе сильнейших команд участников – учащиеся кадетской школой имени Старшинова. Анапской команде не было равных. Они прошли безупречным строем и отлично исполнили песню. Команда города-курорта Анапа заняла первое место в конкурсе «Смотр песни и строя», получив от членов жюри самую высокую оценку. В общем зачете призовое – третье место. Поздравляем наших кадетов с высоким результатом. И в продолжение патриотической темы в преддверии Всероссийского дня призывника на курорте стартовала традиционная спартакиада до призывной молодежи. Военно-спортивный этап конкурса «Призывник-2015» прошел сегодня в детско-юношеской спортивной школе номер 10. Вместо спортивного костюма – камуфляж. На старте 11 самых подготовленных из числа студенческой молодежи города. Сегодня первый этап соревнований – демонстрация физических навыков. Здесь сегодня непосредственно у нас происходила такая военно-спортивная дистанция. Ребятам нужно было показать, проявить свои навыки в снаряжении магазина сборки-разборки автомата и надевание легкого защитного костюма. Тезка руководителя центра «Ратмир» отстаивает на соревнованиях честь своего вуза. Максим Кузнецов – натура творческая. Для него физические соревнования даются нелегко. Если человек будет силен духом, то все остальные навыки он сможет постичь сам. Все, какие ему захочется, такие он постичь навыки, если у него будет сила духа его. Результаты соревнований станут известны уже на этой неделе. Впереди у призывников еще одно испытание. Во время творческого конкурса ребята должны будут ответить на вопросы об истории Анапы, показать свое мастерство в танцах и песнях, а также найти выход из непростой ситуации с моделированной жюри. В минувшие выходные анапский прозаик и поэт Сергей Левин приоткрыл грани космоса своим читателям. Презентация книги с таким названием прошла на одном дыхании в каминном зале Центра культуры Родины. В зале «Аншлаг» творчество Сергея Левина уже займело массу поклонников в Анапе и за ее пределами. Поддержать автора пришли соратники по литературным объединениям «Парус» и «Эвангард», коллеги-журналисты, художники, фотографы, библиотекари и просто интересующиеся литературой люди. К главному событию автор подводил своих зрителей постепенно. Сначала читали стихи из уже известных сборников «Снайпер» и «Просто». Звучали песни, написанные на стихи Сергея. Я узнал всего от колонны и переданец, от того, что в России я свой, в тот же миг иностранец. В исполнении автора стройки звучали ярко и мощно. Автоматическое письмо не мой метод. Я перестал ощущать пряность слов, исключен из поэта. В отличие от литературного героя, творческая муза Сергея весьма плодотворно потрудилась. Три, два, один, два! Долгожданный сборник рассказов, повестей и сказок представил собой формат необычный. Издание нестандартного квадратного формата богато проиллюстрировано анапским художником Ильей Капаневым. Мне не стыдно ни за что, ни за одну страницу, которая есть в этой книге. Она получилась именно такой, какой я ее представлял. И путь к этой книге продолжался долгих 10 лет. И, конечно, зрители впервые услышали из уст автора один из рассказов, давших название всему сборнику «Космос». Трагическую историю маленького мальчика, растрогавшую до слез. Сборник совершенно потрясающий. Во-первых, он такой необычный, квадратная форма. То есть, космос в кубе. Потом очень много иллюстраций. Ну и, конечно же, содержание сборника рассказов, все в этой книжке, для того, чтобы можно было долго-долго углубленно ее читать. Сергей не скупился на автографы. Гости творческого вечера с удовольствием уносили с собой новую книгу, приятные эмоции и частичку космоса этого талантливого писателя. В преддверии замечательного праздника Дня матери, наша телерадиокомпания совместно с Управлением по делам семьи и детей, муниципального образования город-курорт Анапа, проводит открытый фотоконкурс «Милые мамочки портрет». Подробная информация о конкурсе уже на сайте anaparegion.ru. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 10 ноября, в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 9-11 градусов, ночью до 12 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ордурного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление, сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Корректор А.Кулакова